Та ця хао! Привет всем! Перед вами первый в августе 2022 выпуск новостей обо всем, что происходит в мире электромобилей Китая. С вами компания Volt Auto, самый крупный импортер электроавто из Поднебесной в Украине. Мы поддерживаем вооруженные силы Украины, президента и правительства. И несмотря на войну на нашей земле, мы стараемся и далее информировать вас обо всех новинках автопрома из КНР. Сегодня, как всегда, у нас много самых разнообразных новостей. Поэтому, как говорят в Китае, зоу ва, что означает «поехали!» Китайский автомобильный бренд ЦИГХО показал официальный дизайн экстерьера своего второго электромобиля. Модель в кузове минивэн получила название ЦИГХО 009. Напомним, что компания ЦИГХО была основана в марте 2021-го, как дочерняя структура концерна Джили. В апреле прошлого года бренд презентовал первую модель – электрический хэтчбэк ЦИГХО 001. А в октябре начались его продажи. Передняя оптика минивэна ЦИГХО 009 имеет П-образную форму. Ее дополняют противотуманки, расположенные чуть ниже. Также стоит обратить внимание на псевдорешетку радиатора. В ней использованы 154 светодиодных элементов. В компании решетку назвали «Фонтан света». Однако о технических характеристиках от производителя пока что ни слова. Больше подробностей о модели в ЦИГХО обещают сообщить во время дебюта на автосалоне в Чэньду. Его двери откроются уже 26 августа. Китайские компании уверенно продолжают доминировать в производстве аккумуляторов. На их долю приходится более 50% рынка. В этом вы можете убедиться, посмотрев на этот инфографик. Крупнейший в мире производитель аккумуляторных батарей Китайская компания CATL решила отложить анонс строительства завода в Северной Америке до середины осени. Производитель планирует инвестировать в строительство 5 миллиардов долларов. Будущий завод сможет производить в год 80 гигаватт-часов батарей. CATL, которая занимает почти 35% рынка, планирует поставлять свои батареи с нового завода американским компаниям Ford и Tesla. В конце июля BYD заявила о выходе на рынок легковых авто Японии. Уже с января следующего года компания намерена продавать электрические кроссоверы, седаны и хэтчбеки. Электромодели с шильдиком BYD к этому времени также будут продаваться в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, европейское подразделение BYD Авто сообщило о начале продаж электромобилей в Германии и Швеции, начиная с четвертого квартала этого года. BYD начала сотрудничество с компанией Hidden Mobility Group, которая в вышеназванных странах будет заниматься продажей китайских автомобилей. Hidden Group – это одна из крупнейших в старом свете компаний, которая управляет 230 дилерскими центрами в 8 странах, включая Германию. В 2021-м Hidden продала 125 тысяч авто. Уже анонсировано открытие нескольких дилерских центров в ранее названных странах. Первый из них распахнет свои двери в Стокгольме. Отметим, что до этого времени BYD присутствует в Европе только на рынке Норвегии. А если вы хотите узнать о том, как шли дела у самого дорогого автомобильного производителя Поднебесной, то советуем посмотреть предпоследний выпуск на нашем канале. В этом видео мы как раз подвели итоги работы компании BYD за 7 месяцев этого года. За это время китайцам еще не удалось обойти Tesla по количеству проданных электромобилей, но в компании уверенно идут к своей цели. Все подробности в сюжете, прямая ссылка на него в описании. Британский, а по факту уже китайский бренд MG объявил цены на электрический хэтчбек MG4EV на рынке Соединенного Королевства и отправил первые авто из КНР. Новинка предлагается в трех комплектациях SE Standard Range, SE Long Range и Trophy Long Range. Базовая версия стоит от 26 000 фунтов или 31 500 долларов. За эти деньги вы получите батарею емкостью 51 киловатт-час, которая даст возможность проехать на одном заряде 350 километров. Методика подсчета пробега WLTP. Комплектация MG4EV Long Range стоит уже 28 500 фунтов или 34 600 долларов. В ней установлен аккумулятор емкостью 64 киловатт-часа. В итоге запас хода на одной зарядке 452 километра. Топовая комплектация Trophy Long Range отличается от предыдущей наличием системы MG Pilot, двухцветной крышей, задним спойлером, кожаным салоном, спутниковой навигацией и прочим. Все электромобили могут иметь только один мотор на задней оси мощностью 125 киловатт или 170 лошадиных сил. Или же электромотор на 150 киловатт или 204 лошадиных силы. Максимальная скорость у всех версий ограничена электроникой на отметке 160 километров в час. В будущем ожидается и полноприводная версия. Напомним, что MG4 Electric это первая авто бренда, которая построена на новой модульной платформе MSP. Она разработана материнским концерном SAIC. В начале августа первая партия из 1000 электро-хэтчбеков уже отправилась в Европу. Остается добавить, что в Китае эта же модель продается под брендом MG, но с локализированным названием Mulan. Технические характеристики, как и отделка салонов у одной модели, но для разных рынков идентичны. И еще одна новость от британского бренда. В MG показали тизер серийной версии родстера Cyberster. Если присмотреться, то видно, что экстерьер лишился некоторых элементов, которые были у концепта. В первую очередь это касается передней оптики. Уменьшилась и условная решетка радиатора. Также в тизере видим новую деталь – это руль-штурвал. Со времен концепта Cyberster мы помним, что он построен на новой платформе. Разгон до первой сотни займет не больше трех секунд. При этом на одной зарядке электро-родстер сможет проезжать 800 километров. Уже известно, что рыночный дебют состоится в 2023 году во время празднования столетия компании MG. Китайский Xpeng продолжает увеличивать продажи электромобилей в Поднебесной и не только. В июле компания реализовала 11 524 электрокара. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лучше всех продается флагманский седан P7. Его купили 6397 раз. Следом за ним идет седан P5. В общей сложности 3608 таких авто выехали из салонов. Хуже всего продавался кроссовер Xpeng G3i. Зафиксировано падение на 24%, а проданных авто всего 1519 штук. В целом, уже в этом году Xpeng смог продать 80 000 электромобилей. А это значит, что за первые 7 месяцев 2022 зафиксирован рост на 108%. И еще отметим, что в скором времени в продажу поступит флагманский внедорожник G9. Кроме того, компания продолжает и увеличивает экспорт электромобилей в Европу. Так что цифры продаж к концу года у Xpeng будут еще более впечатляющими. Если вы давно присматриваетесь к какой-то модели Xpeng или любому другому авто китайского бренда, то купить такой электромобиль просто и надежно вы можете у нас. Самого крупного украинского импортера электроавто из Китая – компании Volt Auto. Узнать обо всех электромоделях из Поднебесной, которые сейчас возможно заказать в Украине, вы можете на сайте нашей компании по электронному адресу voltauto.com.ua. Также мы будем рады ответить на ваши вопросы в мессенджере Telegram или любых удобных для вас социальных сетях. Прямые ссылки в описании к этому видео. Как вы помните, китайско-американский стартап Faraday Future обещал начать производство электромобиля FF91 в третьем квартале 2022-го. Компания в очередной раз перенесла дату выпуска. Теперь собирать машины начнут в лучшем случае в четвертом квартале этого года. Причина довольно известная и постоянная – нехватка денег. Сейчас в Faraday Future нужно привлечь около 300 миллионов долларов США, чтобы производственная линия действительно стартовала. А вот у следующего производителя с финансами все в порядке. Компания Avatar Technology завершила новый инвестиционный раунд. Всего Avatar удалось получить более 5 миллиардов юаней. При этом общая капитализация бренда уже достигает 10 миллиардов юаней или более 148 миллионов долларов. Новые инвестиции пойдут на разработку следующих моделей. Также по итогам раунда финансирования материнский бренд Chang Kang увеличил долю в Avatar до 41%, влив в компании еще 1,1 миллиардов юаней. Второй крупный акционер в лице производителя батарей CATL не участвовал в новом инвестиционном раунде, поэтому его доля сократилась до 17%. Напомним, что первой моделью молодого бренда стал кроссовер Avatar 0.1.1. Вначале на рынок выйдет специальная серия из 500 экземпляров с уникальным черным декором экстерьера и интерьера. Кроссовер построен на платформе, разработанной в Chang Kang. Электромоторы на каждой оси в общем имеют мощность 425 киловатт или 578 лошадиных сил. Батарею поставляют вышеупомянутой оси ATL. Емкостью запас хода пока не названы. Стоит отметить, что помимо бренда Avatar компания Chang Kang также создала электрические марки Shen Lan и Lu Ming. Китайский IT-гигант Pai2 разрабатывает специальную платформу для автономных такси с названием RoboTaxi Apollo Go. Ее презентация состоялась в рамках технологической конференции Pai2 World 2022. В последние годы Pai2 заручилась поддержкой государственной корпорации BAIC. Как мы помним, в прошлом году IT-гигант и автопроизводитель представили совместную разработку – прототип Apollo Moon. Свежая модель Apollo RT6 создана с учетом предыдущего опыта. Она базируется на платформе Pai2, которую специально для IT-гиганта разработала фирма Simha. Кузов авто по размерам соответствует моделям B-класса, но при этом обеспечивает комфорт машин C-класса. Колесная база 2 метра 83 сантиметра. Всего у автономного электромобиля 38 датчиков. Из них 8 лидаров, 6 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров. Все они отвечают за распознавание препятствий и других участников движения. Поэтому в Apollo RT6 установлен автопилот четвертого уровня. В подтверждении этому руль авто может полностью отключаться во время работы управляющей системы. Другие технические характеристики пока не названы. Модель Apollo RT6 поступит в серийное производство во второй половине следующего года. В Y2 планируют в ближайшие годы создать парк из 100 тысяч беспилотных авто, объединенных системой роботакси Apollo GO. К 2025 году беспилотные легковушки будут работать в 65 городах Китая. Надеемся, что новости об электромобилях из Поднебесной вас снова удивили и порадовали. А мы всегда рады вашему вниманию и лайкам. Если вы еще не подписаны на наш канал, советуем сделать это прямо сейчас, а еще кликнуть на колокольчик. Мы же прощаемся с вами до следующего выпуска. Затем! 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 Затем!